Виктория Бонни оказалась в центре скандала, связанного с продажей своего нового лица. Пока количество желающих оплатить за эту услугу оказалось крайне низким, всего 100 человек. Пожертвования составили всего 130 тысяч рублей, что далеко от необходимых 40 миллионов рублей. Однако тут незадача, светская львица своим телеграм-каналом нарушает закон. Проблемы Виктории Бонни начались до того, как оплата была совершена. На сайте Бонни обнаружена неработающая ссылка на договор оферты, что является обязательной составляющей при заключении сделки. Согласно закону, перед подписанием договора покупатель должен быть ознакомлен с полной и достоверной информацией о товаре, продавце, стоимости, условиях и процедуре приобретения товара и т.д. Отсутствие договора оферты влечет за собой штраф в размере 3 тысяч рублей. Что касается платных фото лица, продажи Виктория Бонни оформляет ее не на свое ИП, а через платформу GetCourse. Посредники получают 56 тысяч рублей в месяц за оказание услуг, а сама Бонни забирает прибыль. Однако, вопрос о налогах остается открытым. Стоит отметить, что все проблемы, возникающие с покупателями, также ложатся на плечи GetCourse. Это означает, что потенциальным покупателям будет сложно добиться справедливости, если возникнут какие-либо претензии к Виктории Бонни. В итоге Виктория Бонни сталкивается с неприятностями в своем бизнесе, связанными с продажей своего лица. Пока сумма собранных пожертвований далека от ожидаемой, проблемы с договором оферты и налогами вызывают серьезные вопросы со стороны ФНС.